SCP-1590 Нынешний директор проекта Дюшар изменено. Лайт. Нынешний глава службы безопасности, а также директор зоны. Любой исследователь, который собирается использовать SCP-1590, должен получить разрешение от директора проекта Дюшара изменено. Лайт. Специалист по информационным технологиям Кент поставлен во главе поиска оставшихся не на содержании экземпляров SCP-1590. При обнаружении таковых, следует немедленно подвергать содержащий их сервер ДДОС-атаки и высылать МОК для захвата всего оборудования. Все компьютеры, на которые были скачаны копии SCP-1590 до закрытия сервера, должны быть заражены компьютерным вирусом, известным как КОМ-АМА. Описание. SCP-1590 представляет собой программу или приложение, объемом в 1 кБ, предназначенную для аппаратных средств с сенсорным экраном, планшетов, имеющие название книга Тамлина. Попытка просмотра кода SCP-1590 раскрывает только цифры от 1 до 66666 по порядку. Само приложение представляет собой игру, в которой пользователь должен найти на картинке определенные объекты, среди разбросанных в беспорядке предметов. Игра всегда начинается с экрана посвящения, содержащего сообщения. Посвящаю Джои, который научил меня как сделать, чтобы все было путем. А также имя последнего человека, игравшего в игру, которому почти удалось выбраться. Затем на экране появляется анимированная заставка. Силуэт гуманоида стоит на палубе, видимо нефтяного танкера. Экран становится ярко-белым, а затем возвращается к предыдущей сцене. В кадр добавляется желтая стена, размером больше, чем судно. Появление стены вызывает волну, которая накрывает судно и смывает гуманоида за борт. Экран наполняется пузырьками, на которые наложены надписи «Книга Тамлина» и «Начать игру». Когда пользователь выбирает начать игру, на экране появляется изображение загроможденной комнаты. Пользователю предоставляется ряд задач, которые заключаются в том, чтобы найти скрытые объекты в изображенной комнате. Изображения объекта различны для каждого раунда игры. Пользователю также дается либит времени от 1 до 12 минут. После того, как пользователь завершает задачу, перед ним появляется множество дверей, одну из которых следует выбрать, чтобы продолжить игру. Игра начинается с благосклонных заданий, переходя к более личным для субъекта. Под конец же появляются задания, которые носят очень личный и часто оскорбительный характер. В течение игры встречается случайное количество комнат, от 7 до 43, в случайный момент игры. Или, если пользователь не справляется с задачей, за отведенное количество времени, на экране появляется пустая комната и слова «Вы узнали все, что можно узнать о доме». Теперь осталось найти выход. На тот момент игра заканчивается и не может быть воспроизведена тем же пользователем. В течение 72 часов после окончания игры, за какой-либо из дверей, открываемой игроком, может оказаться пространство, похожее на внутреннее пространство одной из комнат в игре. Попытки следовать за пользователем через указанные дверные проемы до сих пор не увенчались успехом. Любые устройства слежения перестают передавать сигнал после прохождения через дверной проем. После 72 часов после окончания игры, любые двери, открытые пользователем, ведут к измененной двери, хотя ничего не принуждает его войти. Если другой человек попытается открыть дверь для субъекта, также существует шанс, что она откроется в измененной комнате. Никто из тех, кто не закончил игру, не может войти в это помещение. Все попытки сделать это приводят в комнату, в которую дверь открывается при нормальных условиях. Приложение. Примеры комнат, встречавшихся в игре под опытным субъектом. Здесь приведены только примечательные комнаты. Чтобы ознакомиться с полным списком всех комнат и задач, обратитесь к файлу. Протокол 1. D1534. Формат записи. Номер комнаты, описание задания. Номер комнаты. Комната 8. Скотный двор, заполненный животными. Субъект говорит, что это ферма его дяди. Куда, как говорили ему в детстве родители, отвозили его домашних животных. Задание. Найдите могилу всех семи ваших любимцев, которые, как вам сказали, родители убежали. Комната 11. Стадион, на котором идет игра в американский футбол. Цвета соответствуют цветам команды школы-субъекта. Субъект вспоминает о том, что потерял девственность под трибунами. Задание. Найдите четыре части разбитого сердца вашей первой подружки, а также трусики той, с кем вы ей изменили. Комната 17. Раздевалка для мальчиков, заполненная детьми. Субъект узнает в ней раздевалку из средней школы, где учился сам. Записи свидетельствуют, что субъект фигурировал в нескольких потасовках, произошедших в указанной школе. Задание. Найдите 13 мальчиков, которые превратили ваше детство в сущий ад. Комната 22. Затемненная комната. Источник света мигает каждые несколько секунд. Расчлененные человеческие тела разбросаны случайным образом по пустой комнате. Субъект бледнеет. Среди различимых лиц опознаны лица тех людей, за убийство которых был осужден субъект, а также трех пропавших без вести человек. Задание. Найдите 4 органа. Вы знаете какие. Комната 23. Внутренняя часть переполненной церкви. Субъект отказывается идентифицировать. Исследование показало, что это, видимо, церковь Святой Марии в Роял, родном городе субъекта. Записи свидетельствуют, что субъект был членом общины упомянутой церкви с хорошей репутацией в течение 17 лет, пока двое местных жителей не обличили его в преступлениях. Задание. Найдите двоих грязных стукачей. Комната 24. Интерьер зала суда. Зал опознан как тот, в котором субъекту был вынесен приговор. Задание. Найдите 12 человек, которые закончили вашу жизнь. Комната 25. Финальная комната. Через 12 часов субъект открыл дверь в комнату, похожую на вышеупомянутую комнату 17. Субъект с нетерпением ворвался внутрь. Раздались крики, после чего дверь закрылась сама собой. Протокол 2. Агент Брэд Гибсон. Комната 4. Классная доска, исписанная различными оскорблениями, угрозами и подобными заявлениями. Субъект сообщает, что указанная доска не согласуется ни с какими его воспоминаниями. Задание. Найдите все обидные слова, которыми ваш отец хотел вас назвать, но не сделал этого, потому что он знал, что вам духу не хватит такое услышать. Комната 6. Джунгли, наполненные сражающимися солдатами, судя по униформе американских и корейских войск. Субъект определяет ситуацию как похожую на случай времен его службы в Корее, если не идентичную. Субъект отмечает, что был награжден медалью «Пурпурное сердце» за полученные ранения. Задание. Найдите друзей, которых вы бросили там. Комната 7. Затемненная спальня ребенка. На кровати съежилась фигура мальчика. Над ним нависали угрожающие тени. Субъект впадает в гнев, учитывая, что это спальня его сына, и мальчик кажется его сын. Задание. Найдите всех чудовищ, которые преследуют вашего сына. Комната 8. На экране изображено несколько десятков фотографий Полароид. На каждом нацарапана дата. Ровно 9 месяцев до рождения субъекта. На фотографиях изображена мать субъекта, совокупляющаяся с мужчинами всевозможной наружности. Субъект пришел в ярость, но был удержан. Задание. Найдите всех мужчин, которые могли стать вашим отцом. Комната 9. Финальная комната. Несмотря на ежечасные попытки, субъект не находил измененной двери до 72-часовой отметки. Когда открылась дверь в комнату 6, субъект вошел по собственному желанию, с предоставленным оборудованием для выживания. Его радиосвязь немедленно прекратилась после его прохождения в дверь. Все попытки держать дверь открытой провалились. Протокол 3. Д-132. Комната 5. Спальня девочки. Субъект определяет ее как собственную на момент, когда ей было 5 лет. Задание. Найдите 7 мягких игрушек, подаренных вам из чувства вины. Комната 12. Подвал, заваленный хламом. Субъект опознает его, как ее собственный, когда ей было 5 лет. Субъект проявляет нежелание долго смотреть на фотографию. Задание. Найдите дядю Билли, прежде чем он найдет вас. Комната 15. Стрип-клуб проказницы Китти. Название красуется на стене. Субъект говорит, что не знает указанного клуба. Исследование позже выяснило, что это заведение для взрослых в городе, в котором она жила в 12 лет. Задание. Найдите, где прятался папа, когда ему надоело ваше нытье. Комната 20. Больничная палата. Наполненная оборудованием жизнеобеспечения. На койке лежит истощенная женская фигура. Субъект определяет женскую фигуру, как свою мать. А палату как ту, где мать скончалась после продолжительной борьбы с раком легких. Задание. Найдите деньги, необходимые для поддержания жизнеобеспечения вашей матери. Комната 31. Комната выглядит, как стереотипный вариант ада, в котором десятки людей подвергаются истязаниям. Со стороны демонических существ субъект узнает все недемонические лица. Задание. Найдите 11 ваших родственников, наказанных за их грехи. Комната 32. Наполненный людьми торговый центр. Украшенный к Рождеству. В центре сцены лежат на полу трое детей. Их тела искривлены, видимо из-за многочисленных переломов. Субъект также изображена на рисунке, стоящей на коленях возле упомянутых тел. Торговый центр определен, как тот, в котором субъект была уличена в совершении преступления. Задание. Найдите единственного человека, который может доказать вашу невиновность. Примечание. Субъекту не удалось завершить задачу в отведенное время. Комната 33. Финальная комната. Через 23 часа после окончания игры, субъект открыла в дверь комнату, напоминающую комнату 12. У субъекта началась истерика. Она отказалась пройти через дверной проем после применения седативных средств. Субъект была перенесена в портал двери. Дверь закрыта. Экспериментальное устройство слежения прекратило вещание.